Привет, Таня! У нас 20 июня. Я вот вышла записать вам видео на балкон, потому что понимаю, что почти месяц лета уже прошел. Хочется хоть где-то успевать наслаждаться солнышком. У меня сегодня ответственный день. Я иду вакцинироваться. Вот, наконец-то я не болею. Я, в принципе, не против вакцинации. Желательно. Хотелось бы вакцины какой-нибудь нормальной, которые признаются в мире лучше, чем те, которые предлагают у нас. Но сегодня иду прививаться китайской. Нужна мне для поездки, которая уже не раз срывалась, но ее предлагают. Ну, в общем, есть шанс, что мне пригодится эта прививка, поэтому я сделаю. Пусть будет, так сказать. Пусть лежит сертификат. Вчера вообще устроила себе выходной. Ничего, ну, как... У меня был выходной вообще. Я вчера вообще-то поехала прививаться, но в поликлинике был выходной, хотя я звонила. И тоже удивилась, что мне сказали, приходите в выходной к восьми утра, вспомнила. Ну, благо я пришла не к восьми, я дала себе выспаться. В итоге, вот, пришла, поцеловала двери. Но зато я съездила в секонд и купила себе настолько классную рубашку, что теперь я даже жду, когда станет прохладнее. Сегодня еду также в Речицу. Вот сейчас быстренько съезжу на прививку. И потом еду сразу в Речицу на самом ближайшем поезде к Даниле и маме сама. Просто тоже переключиться, отдохнуть. Вот, у Данилы экзамены, а я могу себе позволить вот съездить. Карточку мы не нашли, выдали листик вот и жду осмотр. Прививку сделала, подождала вот полчаса. Мне кажется, я единственная в поликлинике находилась в маске, кроме пары врачей. Вот, так, по ощущениям, слегка так не имеет рука, но, в принципе, нормально. Забралась в Речицу. Сумочка. У меня целых вещей для стирки. Целая сумка вещей для стирки. Данилу оставила дома, у него экзамены, вот. А я приехала отдыхать к его родителям. Мы приехали к Данилинам родителям на дачу. Вот, они тут строят домик. Сейчас я вам покажу. И Данилинна мама очень увлекается цветами. Я тоже вам немножко покажу. Тут очень красиво, на самом деле. Цель, у тебя личный бассейн? Да? Хорошо тебе. Вот этот вообще прям горит огнем. Пёрла с Минска этот барбарис. Тут только яблочек. Как красиво аспиреи в этом году цвели. Так жалко было, чтобы не приехали. Но аспиреи. Вот это дом. Такой красивый. Вот тут идёт ещё строечка. А вот там всё усажено цветами. И тут беседочка. И вот только что чуть-чуть, наверное, посадила ещё одни цветочки. Вот такие красавчики. Возможно, поселятся и у нас на балконе. Очень меня они прям запали в душу. Ну, ещё какого они цвета, вы видели? Рей. Носится. А? Рей. Ты носишься? Начиналось вот с этого маленького кусочка. Тут Надя изучала даже курс, как делать вот такой ландшафтный дизайн. Там он есть в бассейне. Он теперь для Рея. Вот там всякая красота. И это всё цветы, не огород. Конечно же, я никуда без своих ниточек начала вязать вот такого динозавра. Вам ещё не показывала готового, да? Покажу попозже. Но, в общем, я тестировала динозавра и решила связать его вот такого из плюша. Это только носик. Посмотрите. Какой же он будет большой. Я надеюсь, что у меня хватит пряжи. У меня есть несколько круг бочков розового и один немного не попадающий в тон. Вот. Но, если что, я сделаю им там лапки, что-нибудь такое. Будем надеяться, что хватит. Страшная собака. Ну-ка. Тусила у Данилиной бабушки. Потом с Данилиной сестрой прошлись по набережной. Красиво тут, конечно, мречится. Вот там, вон, по низу вообще отлично гулять. Правда, было много комаров. Но виды здесь, конечно, очень красивые. Я подумала, что здорово, конечно, здесь выходить, например, побегать. У нас, конечно, такой роскоши в центре особо нет. Только по центру, если бегать. Мы начинаем утро с кое-чего интересного. Здравствуйте! 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 Юха! Емуринь представления у меня этих домиков уже... Говорю, Юша, Я придумала, когда повесим? О, за холодильник. Чего себе! Тут есть бассейн с шариками. Вы видели? так выдали глину не это я снимаю себе я нарисовала небольшой эскиз где будет делать с кружевом у меня уже есть фон Так, вот такой вот результат, но это еще не все, я хочу еще добавить надпись, и будет тут еще ленточка, но, в общем, смотрится, по-моему, бомбезно все. Поездочка в поезде прошла продуктивно, тело вообще почти готово, и вот что значит вязать из классных ниток, приятных. Буквально вот за день можно сделать большую игрушку из пехорки, и я думала чокнусь, если буду вязать, но довязала вот же прошлого динозавра. Я дома, у нас идут дожди вовсю, но, в принципе, вообще душно дома, вот мы даже нараспашку все балконы и окна. Я все еще под впечатлением от мастер-класса, мне прям очень понравилось, очень приятно было, это был подарок от Киры, владелица студии. Она предложила мне как бы в честь дня рождения сходить вот на двоих, сделать мастер-класс, и вот я ей написала, на самом деле, спонтанно. Спросила, свободна ли она, может ли она нас менять, она сказала, что может, и вот с Данилиной мамой сходили как раз. Мне очень понравилось вообще, прям до сих пор очень приятные впечатления остались. Сегодня иду в синагогу, вечером у нас там приезжают какие-то важные люди. Привет, Аня, у нас уже 22 июня, вечер, вот, сегодня утром проснулась вообще какая-то разбитая, ничего не хотелось, просто помыла голову и пошла на работу, работалось тоже тяжко на самом деле, было много людей, и мы сегодня выложили анонс мастер-классов, так что все записывались, вот. И, собственно, вообще сегодня среда, значит, у меня новая тренировочка открылась в курсе, и вот я ее должна была сделать утром, но я решила отложить на вечер. Обычно это плохая идея, потому что я к вечеру очень устаю, и не хочу ничего делать вечером, собственно. Но сегодня вечером я молодец, и вот сделала часовую тренировку, и сейчас еще разговаривали с Данилой, осознала, что, в общем, поняла, что у меня три часовых тренировки, как минимум, есть в неделе, это не считая танцев, танцы по часу, и еще я стараюсь утром делать зарядку, зарядка каждый день. В общем, я молодец, что сказать. Я ходила в Калибри, это такой у нас магазин местный, где продается всякая косметика для волос, для ногтей, в общем, специализированный магазин такой, и вот купила для экспериментов, я очень хочу постричься и покраситься, думаю, что я вам рассказывала. Еще взяла попробовать пигмент фиолетовый, вот, мне же не нравится, как Фоксия уходит в красный, попробуем фиолетовым сделать холоднее, собственно, как и в красках все это работает. А еще вчера вечером навязала несколько новых лапок, осталось им приделать петельки, убрать вот эти лишние ниточки, и все, красота, будут участвовать у меня в лотерейке на маркете. Наконец-то добралась до масочки, которую купила себе с подарочных денежек. По запаху, она же, я говорила, пахнет, как бабушкины старые помады, но вот, когда разведешь ее, вот, я развела ее с гидролатом, то намного приятней. Но все равно не очень. И получилось, что я даже многовато, вот, по-моему, толстоватый слой нанесла, то есть тут мне сказали на масок 20-25, по-моему, что хватит, ну, в общем, намного. И я развела просто вот капелюшечку какую-то там этого порошка, и вот мне хватило на все лицо, даже двойным слоем. Леточки, конечно, разрослись просто огненно, мне кажется, что им даже здесь тесновато. Это деревце, конечно, радует меня невероятно. Посмотрите, как много новых листиков выросло, и тут вот вообще такие маленькие усечки вылазят. В общем, дала себе выспаться, что их 8 часов, и мы начинаем с вами день подготовки к маркету. Сегодня ждет много работы, а кроме этого мне нужно забрать посылку еще с почты, еще сходить в швейный, сходить на массаж, и еще что-то надо было сделать. Ногти, например, привести в порядок. Короче, дел очень много. Не дождалась и распаковала посылочку, а там оказались не те сережки. Эти, конечно, тоже красивые, и очень хотелось бы их оставить, но дорого. Днем с подготовкой тоже не особо сложилось. У девочки, к которой я хотела попасть на массаж, у нее освободилось окошко, поэтому я пошла к ней. Это было, конечно, очень здорово. Меня натерли маслами, это был массаж на все тело. В общем, непередаваемые были ощущения. Очень классно, там поющие чаши, палочки, эти вонялочки, которые... Это был подарок от Данильной мамы. Давай. В общем, мне очень понравилось, конечно. Прям невероятно. Я теперь хочу, чтобы Данильна мама туда сходила. Как вы знаете, без вязания я никуда не хожу, так что сижу, вяжу, пока мальчишки паются, греюсь на солнышке. На самом деле, я не особо люблю загорать, но сегодня менящие на масле кокосовым маслицам, грех не воспользоваться этим шансом. Уже разложились. Вот так вот. Это мои воты для лотерейки. Вот это барабан для лотерейки. Тут надо крутить, открывать, доставать билетики. В общем, вот такая красота. Закончим этот влог утром воскресенья. В общем, я особо как-то не снимала на маркете, не знаю, не было настроения. Я уже как-то подрастроена, потому что сегодня уже 26 июня, а я все еще на день рожденского блога. Значит, мы отстали с вами на 4 недели. Вот. Ну, все, марафон по подготовке к маркету закончился. Теперь вот можно заниматься влогами, в свободное время их монтировать. Но сегодня, как видите, я работаю. Маркет у нас... Мы сидели на маркете до 2 ночи. Ну, несколько человек, не все, но вот я и еще там несколько, пару человечков остались. И, в принципе, очень даже неплохо все прошло. На самом деле, неплохой маркет получился. Я заработала около 200 рублей. У меня забрали даже одну игрушку для такого места и такого маркета. Это очень здорово. Ребята нам предоставляли бесплатное участие. Вот. В принципе, ну, мне понравилось. Правда, вставать сегодня было очень тяжело. Я просто лежала на последнего, пока у меня не начиналась паника, что я опозднаю. Вот. Ну, надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что провели это время со мной. И увидимся с вами позже. Пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вот. Теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok